МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Наша сегодняшняя передача, очевидно, невероятная, связана с проблемой о том, мыслят ли животные или нет, могут ли они нам что-то сказать, если могут, то что? В какой мере действительно животные думают, размышляют? Могут ли они нам что-то сказать? Какую роль может играть понимание их мыслительных способностей? Эволюционно они стоят довольно близко к нам. По существу между нами, высшими обезьянами, и собаками ничтожная разница. Геном практически такой же. Вот это именно то, с чем я хотел бы обратиться, может быть, к вам. Как вы понимаете это дело, Зоя Александровна? Единственное, в чем я бы уже хотела вам слегка возразить, это в том, что разница между собаками и высшими приматами не очень велика. Вот здесь есть как раз при всем моем уважении и любви к собакам, приходится все-таки вспоминать, что это представители отряда хищных млекопитающих, обладающих великолепным набором когнитивных способностей, но они очень четко отличаются и по строению мозга, и, соответственно, по своим возможностям от приматов, даже от низших приматов. Это никак не умаляет достоинств и достижений, вот в частности, вот этого замечательного нашего собеседника, но факты есть факты. Большая собака не обязательно самая умная? Совсем не обязательно. Когда мы говорим, сравниваем психические способности разных животных, мне всегда хочется нам с Татьяной Владимировной, как людям с биологическим образованием, все-таки помнить о разнице в развитии мозга, потому что все, что мы наблюдаем, идет все-таки от этого. Нет, я не сомневаюсь в этом. Я только поставил их в один ряд, но я бы сказал, по восходящей. Мы будем говорить, положим, о собаках, высших обезьянах, и затем о нас с вами. Да, я бы, может быть, ответила на ваше вступление вот каким образом. Почему это, собственно говоря, так важно? Я бы сказала, что это имеет очень большую мировоззренческую ценность для нас, как для главного вида на этой планете, потому что от того, как мы представляем себе, что умеют другие биологические виды, зависит наше собственное положение на этой Земле. Вот именно. Вопрос, который сразу приходит в голову, кто на свете всех умнее и насколько умнее, это очень сложный вопрос, потому что что значит умнее? Самый главный вопрос надо решить. Вот мы когда говорим, этот умнее, чем этот, мы, собственно, что имеем в виду? Что он умеет считать лучше? Или что он приспосабливается к внешней среде лучше? Что это значит? У меня было одно поразительное наблюдение в жизни, о котором я хотел бы здесь рассказать. Это было много лет назад, когда я занимался подводным плаванием. Мы исследовали на Дальнем Востоке подводный мир, и на нашем кораблике мы были на Малокурийской гриде. Я вышел на палубы, когда я огляделся, я видел, что наш кораблик окружен небольшими тюленями. Они высунули свои морды, абсолютно собачьи, умные морды, которые смотрели внимательно на наш корабль. Я не мог понять, в чем дело, спросил Бостона, что это они делают. А, он говорит, они музыку слушают. По громкой связи играла какая-то музыка, что я не помню. Он вошел в рубку, вырубил эту музыку. Собачки покрутили сувей головой. Концерт окончен. Концерт окончен, и они ушли. Стоило музыку включить обратно, как они очень скоро появились вновь. И с такими же вниманием, я говорю, поразительным вниманием, слушали вот эти звуки. Вот подобные факты – это замечательное наблюдение, потому что мы знаем, что очень многое в современных, точных, уже доказанных экспериментальными лабораторными методами знаниях рождается именно из отдельных наблюдений. Ну, правильно. Может быть, это общее свойство всех тюленей, или это отдельное вот свойство этой популяции. Они близкие к собакам, эти тюлени, насколько я понимаю. Но все-таки это все высшие животные. А вот если мы посмотрим совсем туда, вглубь, на, скажем, пчел, у которых очень серьезный символический язык, поразительный язык, которым они кодируют, вообще-то говоря, научную информацию, потому что пчела, которая прилетела в улей с места, где она нашла нектар, она своим танцем может указать направление, точный угол. То есть положение ее тела относительно оси, ведущей к Солнцу. Это направление, куда надо лететь. Скорость вращения ее показывает, скорость, с которой надо, расстояние, это у меня в голове абсолютно не укладывается, как это все может быть. И она указывает, какой это цветок, и есть исследования, которые показывают, что прежде чем улететь от этого цветка, она несколько раз возвращается. И с разных сторон его как бы фиксируют, как бы фотографируют, чтобы получить трехмерное изображение. Ну, и это можно бесконечно рассказывать, этим много народу занималось. Но ведь это говорит о том, что она не просто приносит какую-то диффузную, смазанную информацию, она приносит точную и полезную для арои. А теперь ответьте мне, где у нее мозг, с помощью которого она это делает? Чем они это делают, это величайшая загадка, к которой, по-моему, все-таки нет подхода. Как в этом крошечном, с булавочной головку ганглии все это происходит. Вплоть до знаменитых резниковских считающих муравьев. Это просто фантастическая вещь. Это просто фантастическая вещь. Вот книжки Жанны Ильиничной, резниковые, потрясающие просто. Ведь муравьи, что эти муравьи могут? Они не только высоко специализированы, но это еще, предположим, генетика. То есть одни сторожат, другие... Ну, это... Да, вроде... Мы считаем, что это так и надо. Да, но есть муравьи, которые... Муравьи-координаторы, которые следят за ними за всеми, и приходится признать, что у них есть сознание, что ли. То есть я не к тому, чтобы признать это, но я хочу... Пускай мне кто-нибудь скажет другое объяснение. Которые наблюдают за ситуацией, если они видят, что что-то не в порядке, например, пограничники куда-то делись, или эти скотоводы, которые там тлю разводят, куда-то делись, то они направляются туда и начинают выполнять многофункциональную работу. Они способны к счету, они способны к обману, у них сложнейшая кастовая структура. Мне кажется, что вот это... Если мы каким-то образом начинаем что-то понимать насчет позвоночных, то вот здесь, как же это осуществляется, по-моему, да. Вот это... Раскрытие этих механизмов, оно еще очень-очень впереди. Вот и собеседник наш согласен. Да, он проснулся. Да, согласен, да. Он хочет поговорить с нами, я чувствую. Может, он чувствует, о чем о нем говорят. Животные очень милые друзья. Не задают вопросов и не критикуют. Джордж Эллиот. Я бы хотел вот о чем спросить. Я думаю, что если мы отклонимся вот в сторону таких существ, то мы очень... Да, да. Мы очень... Вы справедливы совершенно. Говорите о том, что такая вот рассудочная деятельность, если уж так говорить, она проявляется даже у животных. Вот я немножко работала, немного, правда, немножко работала с дельфинами. Это просто поражает в самое сердце, потому что первое, чего не ожидаешь, от дельфинов, это, хотя мы знаем, что это млекопитающее, но все-таки ты не ожидаешь этого глаза его. Он смотрит... Это не рыбьий глаз. Это там мастраумие, ум, хитрость даже некоторая. И, конечно, поведение, которое, разумеется, никакими условными рефлексами не описывается, потому что они буквально с одного предъявления выучивают очень сложные задачи. То есть генетика генетикой, но еще способность к обучению невероятная. Вот это вот, наверное, самое важное. Помимо способности к обучению у дельфинов, так же, как у приматов, и у собак, все-таки ведущую или очень существенную роль в формировании их поведения, вот в достижении этих высших, каких, адаптивности играют элементы мышления. Я бы как раз на это хотел, может, обратить внимание. То, что их можно как-то надрессировать и так далее, мы перекладываем свое мышление на них. А надо понять, как они сами справляются с новой информацией, с новыми обстоятельствами и ведут в этих случаях себя. Сейчас мы пришли к расцвету этих исследований, но развивались они очень постепенно и такими, какими-то, знаете, рывками. Но уже в начале 20 века Надежда Николаевна Ладыгина-Коц, она в 1913 году купила шимпанзенка, которому было, видимо, два с половиной, ну что-то, полтора года. И в течение двух с половиной лет она исследовала его, описала его поведение, заложив полностью основы всей, по-моему, современной приматологии и впервые показав четко, достоверно, экспериментально, что, по крайней мере, у шимпанзе есть элементы ну, так сказать, как бы человеческого мышления, что они способны к обобщению и к апострагированию. В эти же годы, в 1914 году, немецкий ученый Вольфган Келлер, гораздо более в этом плане известный, оказался интернирован на Тенерифе во время Первой мировой войны. На Канарских островах. На Канарских островах. И работал все эти годы с колонией обезьян. И он убедился, что обезьяны, антропои, человекообразные обезьяны, уж во всяком случае, что их поведение, это отнюдь не только и не столько результат обучения, и не только инстинкты, и какие-то врожденные реакции лежат в основе их поведения. Что эти животные способны, когда они сталкиваются с новой задачей, для которой у них решения как такового нет, неврожденного, неприобретенного в результате обучения, что они способны эти задачи решать. Каким образом? За счет анализа возникшей ситуации. За счет проникновения в суть задачи. Вот это два таких краеугольных, два основания для последующих исследований, мышлений у животных других видов. Потому что потом показали, что не только шимпанзе, а другие антропоиды, другие обезьяны. В конце 40-х годов выяснилось, в конце 30-х годов другой Келлер, Оте Келлер, показал, что птицы, способные к обобщению, то они усваивают, обобщают признак число и узнают множество из трех, пяти, восьми элементов в любых комбинациях. И они могут, причем они отождествляют множество нарисованных, ну вот три точки на картинке, и три сигнала, три звука. Или по этой команде они могут, если им показывают карточку с четырьмя пятнами, они знают, что они должны открыть четыре коробки, чтобы получить свою награду. То есть это некое абстрактное понятие числа. Это не дрессировка их? Нет. Ну, дрессировка их учит, сначала их учит, но в процессе обучения они формируют, обобщают информацию и далее оперируют ею в новых ситуациях. То есть основные претензии что и есть к исследователям и антропоидов, в том числе и с попугаями этих работ, что это все-таки изощренная дрессура. Я имею в виду оппоненты их говорят. Да, у тебя в этом ситуация будет. Это, конечно, все фантастически, потрясающе, то, что ваши питомцы демонстрируют, но это просто они так замечательно обучаются, а вы такие чудесные дрессировщики. Вот это пункт, по которому идут споры. Вот этот попугай английский, знаменитый, который это действительно поражает. Ему дают такую какую-то дощечку, на которой треугольники разного цвета, треугольники, квадраты, скажем, и кружочки, и говорят, говорят, языком человеческим говорят, сколько здесь зеленых треугольников, при том, что там есть треугольники и не зеленые, и кроме треугольников там много чего. И он человеческим голосом отвечает 4. Это страшное же слово. Говорит, три зеленых, два синих, и так далее. Те, кто содержит животное, должны признать, что скорее они служат животным, чем животное им. Диоген Синопский. Мне приходилось слышать такую точку зрения, что, грубо говоря, вот человек до возраста 4-5 лет, может быть, меньше, развивается людьми так же, как обезьяна. Но потом человек развивается дальше, а обезьяна уже дальше не может развиться. Вот это, по-видимому, есть существенное различие между нами. Все равно служает, как они могут хоть что-нибудь. Вот если перейти к очень интересной теме про обучение приматов человеческому языку, вот замечательные работы, и вот, собственно, ваша книжка, о чем рассказали говорящие обезьяны, она в основном этому посвящена, то вызывает ведь удивление не тот факт, что они могут меньше, чем мы, как ни странно, такие вещи могут, а сам факт, что они могут что-то делать с синтаксисом, что они могут придумывать слова, это уже само по себе настолько потрясающая вещь, что я удивляюсь, почему все человечество не вздрогнуло в тот момент, когда это появилось. Ведь у нас появилась возможность коммуникации не на эмоциональном уровне, с другим биологическим видом, это невероятная вещь. Да, я понимаю. То есть мы можем поговорить с другими существами. И это не фиксировка, а это именно можно как-то просыпается их интеллект в каком-то смысле. У них естественные... А индивидуальные эти способности у разных обезьян или у разных собак они отличаются? Отличаются, конечно. Есть, которые более способны к этому, менее способны к этому. Конечно. И, ну, это за... В общем, есть вот в этом мире, если уж мы перешли сразу к этому вопросу, в этом мире сейчас есть некая такая вот, знаете, можно говорить о мире говорящих обезьян. Ну, пусть говорящих мы будем подразумевать в кавычки, но живет наши современники человек 20, наверное, обезьян, Но обезьян-то между собой разговаривают так? Разговаривают. Да, в том-то и уже. Которые овладевают простым аналогом человеческого языка. У половины, у части обезьян это реализовано с помощью жестов языка глухонемых. Но человеческого языка жестов. Да, да, да. Реализован настоящего языка. Их сначала... И вот здесь вопрос об обучении. Конечно, сначала их учат. И очень... Учат очень направленно. Очень... Это такая трудная работа научить обезьяну. Вот есть кадры плохонькие... Плохонькое видео, как первую обезьянку учат знаку «Открой». И вот ждут, показывают, когда она, наконец, делает этот жест, поднимает ручки и открывают дверь. Но выучив этот жест, дальше ее... У нее задача выйти на улицу. Она научилась «Открой дверь». Казалось бы, но это узкая такая команда. После этого в один прекрасный день она подходит к ящ... к дверце холодильника и говорит «Открой ключ! Открой ящик!» Открыть ящик это другое движение совсем. И все... Открой кран, она еще говорила, это вообще другая вещь. Это вот самое поразительное. Не может открыть водопроводный экран и она говорит «Открой!» То есть вот это и есть генерализация. Вот это и есть обобщение высокого уровня. Но давайте все-таки обратимся вот к фактуре. Вот что... Чем, собственно, владеют эти самые пресловутые говорящие обезьяны? О чем они говорят? Как они говорят? Они выучивают? Ну, несколько сотен слов. Что, между прочим, очень серьезно. Это во мне ледоедка Эллочка. До, скажем, 400... 400 слов это очень много. 400 слов это много. Они пользуются при чем? Ахмаченная грамматика и синтаксис. Ну, давайте начнем вот слов. Просто вот лексикон. И помнят они его десятками лет. Это проверено. Была вот эта обезьяна, единственный орангутан. Его выучили, он говорил, потом его, значит, он попал в медицинский центр, сидел в одиночной клетке и смотрел в решетку. Жизнь не сложилась. Жизнь не сложилась. А потом его воспитательница Лин Майлз получила грант, его поместили в хороший зоопарк. Он сейчас же стал разговаривать снова, пользоваться этим своим лексиконом. Не забыл. Он не забыл. Это прошло ну, одиннадцать, по-моему, лет, может быть, неважно. И он стал учить жестов окружающих. Они обучаются. Вот это самое интересное. Он стал... То есть является фактор культурной преемственности, который всегда происходит. Он стал обучать не сородичей, а людей, которые за ним ухаживали. Совершенно потрясающие вещи выясняются, помимо того, что обезьяны усваивают некий, ну, некую искусственную знаковую систему, которая построена, очень напоминает человеческий язык, во всяком случае, двухлетнего, хотя бы двухлетнего ребенка. Они пользуются местоимениями. Они делают вот этот переход в ты, я, твой, мой. Они это не путают. Они не путают. Они ведут диалоги. Насколько это может продолжаться и развиться в социуме обезьяни, чтобы это передавалось... Для этого должны быть специальные условия какие-то, да. Вот, в принципе, показано, что когда первый детеныш, первые обезьяны, Великая Иоша, как Гудул ее называет, первая леди в мире говорящих шимпанзе. Вот когда у нее появился детеныш, ну, приемный, неважно, в течение года люди перестали общаться с ними жестами. Только семь жестов употребляли, ну, там, дай, принеси, возьми и так далее. Через год этот детеныш владел, Лулис его звали, у него было тридцать жестов. То есть она считала, значит, что это адаптивно хорошо, раз она стала его этому учить, значит, она понимала, что преимущество он получил. Причем вот эти семь сюда, ну, входили только частично. И трижды было показано, как Оша складывала ему пальчики, так же, как на первых порах ее учили. Вот три это запротоколированных, таких железных факта. Никто никому в мире так не обязан, как обезьяны Дарвину. Дон Аминада. Я, если можно, вот такой интересный эпизод, который к вопросу вот о дружбе, о понимании. У Оша была в какой-то период, когда уже существовала вот эта вот колония обезьян, в общем-то, вышедших из опыта, но которых героическими усилиями Роджера Фрунса, пенсионеры, он их, так сказать, нашел возможность их не отдавать на опыты биомедицинские, а держать и сохранить им те условия, к которым они привыкли, к которым их приучили люди. И вот в какой-то момент они с женой решили, что надо, ну, дети им все время помогали, что пусть дети побольше общаются с обезьянами. Ну, и так это все и происходило, и в какой-то момент Оша очень подружилась с их младшей дочкой, и вот никак не могла расстаться, просила, давай обнимемся, давай еще раз обнимемся и так далее. И вдруг Фуц говорит, я подумал и спросил, а кто такая Хиллари? Она отвечает. У обезьяны спросил. У Оша спросил жестами, она отвечает, это дочка Роджера и Дебби. Вот не могу поверить я в это. Вот я дочка ребенок Это система каких вычислений? Фуц говорит, непонимание взаимоотношений. Мы, говорит, были потрясены, потому что мы считали, что мы нам держимся, как коллеги, нам тут не до семейных отношений. Никто этих слов не произносил, что Хиллари дочка Фуцца, Хиллари там дочка Она это вычислила? Она это вычислила? То есть ну это понятно даже так же, как, кстати, наши уважаемые собеседники и племя нашего уважаемого собеседника прекрасно понимают взаимоотношения между людьми в семье, где они живут. Так и обезьяны это оценивают. И вот таким вот аятой, говорит, мы-то ее держали за дурочку. Мне кажется, все-таки здесь разница есть, потому что кошки, собаки, лошади это наши братья меньшие, которые живут с человеком тысячи лет. И поэтому это все-таки другое дело. Обезьяна же не является домашним в основном животным. Но тем не менее и у тех, и у других, те и другие, попадая, имеют дело миллионы-миллионами лет, но они имеют дело с конкретной семьей. И понимают иерархию в семье, понимают, кто кого любит, кто кого не любит. И это некий опыт, который, некая информация, которую оценивают вот сиюминутные, делают из нее выводы или не делают. Вот вы знаете, с нейрофизиологической точки зрения меня вот какая вещь в том числе волнует по поводу этих говорящих обезьян. Известно, что у обезьян вокализацией управляет не кора, а лимбическая система, которая занимается эмоциями и так далее. То есть вокализация не подлежит контролю. Она как бы сама получается. Но это так, как у нас со смехом, с плачем, мы почти... Эмоционально, да. Поэтому их и нельзя научить разговаривать. Разговаривать в смысле вокально, да. Но... Эмоционально они реагируют адекватно. Да, эмоционально они реагируют адекватно. Но обезьяны, которых обучили человеческому языку, специально обучили. И они сознательно пользуются этим языком. Жестами. Да, жестами. Но все равно каража должна управлять этим. Ну вот, видите, мы сегодня поговорили с вами об этих вещах. Мне очень трудно даже управлять этим разговором, потому что это настолько интересно. И нам трудно. Да, и очень много хочется сказать. на границе нашего понимания и самих себя, и этих животных. Вот на этом мы и кончим сегодняшнюю передачу. Я уверен, что с таким собеседником нам удалось объяснить вам те проблемы, которые нам представляются очень интересными. Так что до новых встреч у экранов с такими помощниками или нет, этого я уже не знаю. Их интеллект в каком-то смысле. У них естественно... А индивидуальные способности у разных обезьян или у разных собак они отличаются? Отличаются, конечно. Есть, которые более способны к этому, менее способны. Конечно. И, ну, это за... В общем, есть вот в этом мире, если уж мы перешли сразу к этому вопросу, в этом мире это сейчас есть некая такая вот, знаете, можно говорить о мире говорящих обезьян. Ну, пусть говорящих мы будем подразумевать в кавычки, но живет наши современники человек 20, наверное, обезьян, которые... которые овладевают простым аналогом человеческого языка. у половины, у части обезьян это реализовано с помощью жестов языка глухонемых, у... Но человеческого языка жестов. Да. Я понимаю. Реально. А настоящего языка. Их сначала... И вот здесь вопрос об обучении. Конечно, сначала их учат. И очень... Учат очень направленно. Очень... Это такая трудная работа научить обезьяну. Вот есть кадры, плохонькие, плохонькое видео, как первую обезьянку Оши заставил, учат знаку «Открой». И вот ждут, показывают, когда она, наконец, делает этот жест, поднимает ручки и открывают дверь. Но выучив этот жест, дальше ее... У нее задача выйти на улицу. Она научилась открой дверь. Казалось бы, но это узкая такая команда. После этого, в один прекрасный день, она подходит к ящику, к дверце холодильника и говорит, открой ключ. Открой ящик. Открыть ящик – это другое движение совсем. И все... Открыть кран, она еще говорила, это вообще другая вещь. А дальше, это вот самое поразительное. Не может открыть водопроводный кран, и она говорит, открой. То есть, вот это и есть генерализация. Вот это и есть обобщение высокого уровня. Но давайте все-таки обратимся вот к фактуре. Вот что... Чем, собственно, владеют эти самые пресловутые говорящие обезьяны. О чем они говорят? Как они говорят? Они выучивают ну, несколько сотен слов. Что, между прочим, очень серьезно. Это во мне ледоедка Эллочка. До, скажем, 400... 400 слов – это очень много. 400 слов – это много. Они пользуются... Ахмаченной грамматикой и синтексой. Ну, давайте начнем вот слов. Просто вот в лексикон. И помнят они его десятками лет. Это проверено. Была вот эта обезьяна, единственный орандует вот этот переход «ты, я, твой, мой». Они это не путают. Они ведут диалоги. Насколько это может продолжаться и развиться в социуме обезьяне, чтобы это передавалось... Ну, для этого должны быть специальные условия какие-то, да. Вот, в принципе, показано, что когда первый детеныш, первой обезьяны, Великая Иоша, как Гудул ее называет, первая леди в мире говорящих шимпанзе. Вот когда у нее появился детеныш, ну, приемный, неважно, в течение года люди перестали общаться с ними жестами. Только семь жестов употребляли, ну, там, дай, принеси, возьми и так далее. Через год этот детеныш владел, Лулис его звали, у него было 30 жестов. То есть она считала, значит, что это адаптивно хорошо, раз она стала его этому учить, значит, она понимала, что преимущество он получает. Причем вот эти семь сюда, ну, входили только частично. И трижды было показано, как Уоша складывала ему пальчики, так же, как на первых порах ее учили. Вот три – это запротоколированных, таких железных факта. Никто никому в мире так не обязан, как обезьяны Дарвину. Дон Аминара. Я, если можно, вот такой интересный эпизод, который к вопросу вот о дружбе, о понимании. У Уоша была в какой-то период, когда уже существовала вот эта вот колония обезьян, в общем-то, вышедших из опыта, но которых героическими усилиями Роджера Фрукса, пенсионеры, он их, так сказать, нашел возможность их не отдавать на опыты биомедицинские, а держать и сохранить им те условия, к которым они привыкли, к которым их приучили люди. И вот в какой-то момент они с женой решили, что надо, ну, дети им все время помогали, что пусть дети побольше общаются с обезьянами. Ну, и так это все и происходило. И в какой-то момент Уоша очень подружилась с их младшей дочкой, и вот никак не могла расстаться, просила, давай обнимемся, давай еще раз обнимемся и так далее. И вдруг Фуц говорит, я подумал, и спросил, а кто такая Хиллари? Она отвечает. У обезьяны спросила. У обезьяны, у Оша спросила жестами. Она отвечает. Это дочка Роджера и Дебби. Вот не могу поверить я в это. Вот я... Дочка, ну вы представляете, это система каких вычислений. Причем Фуц говорит, да, а мутер и обучение, они формируют, обобщают информацию и далее оперируют ею в новых ситуациях. То есть основные претензии исследователям и антропоидов, и в том числе и с попугаями этих работ, что это все-таки изощренная дрессура. Это вот, я имею в виду, оппоненты их говорят. Это, конечно, все фантастически, потрясающе, то, что ваши питомцы демонстрируют, но это просто... Они так замечательно обучаются, а вы такие чудесные дрессировщики. Вот это пункт, по которому идут споры. Вот этот попугай английский, знаменитый, который это действительно поражает. Ему дают такую... какую-то дощечку, на которой треугольники разного цвета, треугольники, квадраты, скажем, и кружочки, и говорят, говорят, языком человеческим говорят, сколько здесь зеленых треугольников, при том, что там есть треугольники и не зеленые, и кроме треугольников там много чего. И он человеческим голосом отвечает 4. Это страшное же слово. Или говорит 3 зеленых, 2 синих, и так далее. Те, кто содержит животное, должны признать, что скорее они служат животным, чем животное им. Диоген Синопский. Мне приходилось слышать такую точку зрения, что, грубо говоря, вот человек, это возраст 4-5 лет, может быть, меньше, развивается в людьми так же, как обезьяна. Но потом человек развивается дальше, а обезьяна уже дальше не может развиться. Вот это, по-видимому, есть существенное различие между нами. Все равно поражает, как они могут, хоть что-нибудь. Вот если перейти к очень интересной теме про обучение приматов человеческому языку, вот это замечательная работа. И вот, собственно, ваша книжка, о чем рассказали говорящие обезьяны, она в основном этому посвящена, то вызывает ведь удивление не тот факт, что они могут меньше, чем мы. Как ни странно, такие вещи могут. А что они вообще могут. А сам факт, что они могут что-то делать с синтаксисом, что они могут придумывать слова, это уже само по себе настолько потрясающая вещь, что я удивляюсь, почему все человечество не вздрогнуло в тот момент, когда это появилось. Ведь у нас появилась возможность коммуникации не на эмоциональном уровне, а с другим биологическим видом. Это невероятная вещь. Да, я понимаю. То есть мы можем поговорить с другими существами. Это не интересировка, а это именно про... Можно как-то просыпается их интеллект в каком-то смысле. У них, естественно... А индивидуальные способности у разных обезьян или у разных собак, они отличаются? Отличаются, конечно. Есть, которые более способны к этому, менее способны к этому. Конечно. И, ну, это за... В общем, есть вот в этом мире, если уж мы перешли сразу к этому вопросу, в этом... Мы нам держимся, как коллеги, нам тут не до семейных отношений. Никто этих слов не произносил, что Хиллари дочка Фуцци. Хиллари там дочка... Она это вычисляла. Она это вычисляла. То есть, ну, это понятно, даже так же, как, кстати, наши уважаемые... Собеседники. Собеседники. И племя нашего уважаемого собеседника прекрасно понимают взаимоотношения между людьми в семье, где они живут. Так и обезьяны это оценивают. И вот таким вот... А я-то, говорит, мы-то ее держали за дурочку. Мне кажется, что все-таки здесь разница есть, потому что кошки, собаки, лошади – это наши братья меньшие, которые живут с человеком тысячи лет. Они перенимают наши... Да, это все-таки другое дело. Обезьяна же не является домашним в основном животным. Но, тем не менее, и у тех, и у других... Те, и другие, попадая... Имеют дело миллионами-миллионами лет, но они имеют дело с конкретной семьей. И понимают иерархию в семье. Понимают, кто кого любит, кто кого не любит. И это некий опыт, который... Некая информация, которую они оценивают вот сиюминутные, делают из нее выводы или не делают. Вот вы знаете, с нейрофизиологической точки зрения, меня вот какая вещь в том числе волнует по поводу этих говорящих обезьян. Известно, что у обезьян вокализацией управляет не кора, а олимпическая система, которая занимается эмоциями и так далее. То есть вокализация не подлежит контролю. Она как бы сама получается. Но это так, как у нас со смехом, с плачем. Мы почти... Эмоционально, да. До этого их и нельзя научить разговаривать. Разговаривать в смысле вокально. Эмоционально они реагируют адекватно. Да, эмоционально они реагируют адекватно. Но обезьяны, которых обучили человеческому языку, специально обучили. И они сознательно пользуются этим языком. Жестами. Да, жестами. Но все равно каража должна управлять этим. Ну вот видите, мы сегодня поговорили с вами об этих вещах. Мне очень трудно даже управлять этим разговором, потому что это настолько интересно. И нам трудно. Да, и очень много хочется сказать. И это просто на границе нашего понимания и самих себя, и этих животных. Вот на этом мы и кончим сегодняшнюю передачу. Я уверен, что с таким собеседником нам удалось объяснить вам те проблемы, которые нам представляются очень интересными. Так что до новых встреч у экранов. С такими помощниками или нет, этого я уже не знаю. Дальше у нее задача выйти на улицу. Она научилась открой дверь. Казалось бы, но это узкая такая команда. После этого в один прекрасный день она подходит к ящику, к дверце холодильника и говорит, открой ключ. Открой ящик. Открыть ящик – это другое движение совсем. И все так с экрана. А дальше, это самое поразительное, не может открыть водопроводный экран, и она говорит, открой. То есть вот это и есть генерализация. Вот это и есть обобщение высокого уровня. Но давайте все-таки обратимся вот к фактуре. Вот чем, собственно, владеют эти самые пресловутые говорящие обезьяны? О чем они говорят? Как они говорят? Они выучивают, ну, несколько сотен слов. Что, между прочим, не так мало. Очень серьезно. Это во мне людоедка Эллочка. До, скажем, 400 слов это много. Они пользуются причем. Ахмаченный грамматикой и синтаксисом. Ну, давайте начнем вот слов просто, вот лексикон. И помнят они его десятками лет. Это проверено. Была вот эта обезьяна, единственный орангутан. Его выучили, он говорил. Потом его, значит, он попал в медицинский центр, сидел в одиночной клетке и смотрел в решетку. Жизнь не сложилась. А потом его воспитательница Лин Майлз получила грант. Его поместили в хороший зоопарк. Он сейчас же стал разговаривать снова. Пользоваться этим своим лексиконом. Не забыл. Он не забыл. Это прошло, ну, 11, по-моему, лет. Может быть. Ну, неважно. И он стал учить жесток. Вот это самое. Окружающих. Они обучаются. Вот это самое интересное. Он стал... То есть появляется фактор культурной преемственности, который всегда произойдет. Он стал обучать не сородичей, а людей. Которые за ним ухаживали. Совершенно потрясающие вещи выясняются, помимо того, что обезьяны усваивают некую искусственную знаковую систему, которая построена, очень напоминает человеческий язык, во всяком случае, двухлетнего, хотя бы двухлетнего ребенка. Они пользуются местоимениями. Они делают вот этот переход в «ты», «я», «твой», «мой». Они это... Совершенно потрясающие вещи выясняются, помимо того, что обезьяны усваивают некую искусственную знаковую систему, которая построена, очень напоминает человеческий язык, во всяком случае, двухлетнего, хотя бы двухлетнего ребенка. Они пользуются местоимениями. Они делают вот этот переход в «ты», «я», «твой», «мой». Они это не путают. Они ведут диалоги. Насколько это может продолжаться и развиться в социуме обезьяния, чтобы это передавалось... Для этого должны быть специальные условия какие-то, да. Вот, в принципе, показано, что когда первый детеныш у первой обезьяны, великая Иоша, как Гудул ее называет, первая леди в мире говорящих шимпанзе, вот когда у нее появился детеныш, ну, приемный, неважно, в течение года люди перестали общаться с ними жестами. Только семь жестов употребляли, ну, там, дай, принеси, возьми и так далее. Через год этот детеныш владел, Лулис его звали, у него было 30 жестов. Причем она считала, значит, что это адаптивно хорошо, раз она стала его этому учить. Значит, она приняла, что преимущество он получил. Причем вот эти семь сюда, ну, входили только частично. И трижды было показано, как Уоша складывала ему пальчики, так же, как на первых порах ее учили. Вот три это запротоколированных, таких железных факта. Никто никому в мире так не обязан, как обезьяны Дарвину. Дон Аминара. Я, если можно, вот такой интересный эпизод, который к вопросу вот о дружбе, о понимании. У Уоша была в какой-то период, когда уже существовала вот эта вот колония обезьян, в общем-то, вышедших из опыта, но которых героическими усилиями Роджера Фрукса... Роджера Фрукса, пенсионеры, он их, так сказать, нашел возможность их не отдавать на опыты биомедицинские, а держать и сохранить им те условия, к которым они привыкли, к которым их приучили люди. И вот в какой-то момент они с женой решили, что надо... Ну, дети им все время помогали, что пусть дети побольше общаются с обезьянами. Ну, и так это все и происходило. И в какой-то момент Уоша очень подружилась с их младшей дочкой, вот никак не могла расстаться, просила, давай обнимемся, давай еще раз обнимемся и так далее. И вдруг Фуц говорит, я подумал... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...